Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствую вас на нашем новом видео. Сегодня мы поговорим о том, как завершается текущая торговая неделя, собственно, обсудим, почему фондовые индексы не могут обновить локальные максимумы, ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк к этому видео, ну и также ваши вопросы оставляйте в комментариях. Если посмотреть на индексы СНБ-500, мы видели попытки на этой неделе также обновить локальные максимумы, но этого не произошло. С одной стороны, есть позитив с точки зрения вакцины, но пока не совсем понятно по срокам, по самым оптимистичным вопросам, уже смогут предоставлять часть вакцин уже к концу года, но более, скорее всего, вероятно, это произойдет в начале года. Конечно, нужно еще наладить производство, поставить в большинство стран, чтобы это минимально снизило влияние именно коронавируса на текущую ситуацию, но, по крайней мере, движемся в этом направлении. И, соответственно, если сразу же посмотреть на индекс СНБ-500, то, фактически, мы с вами видим то, что сейчас началась на рынке вновь коррекция. Собственно, вчера то, что мы видели, опять же, это не отменяет общего восходящего направления, общего восходящего тренда, но пока в моменте индекс СНБ-500 корректируется. Да, мы доросли до локальных максимумов, мы его немного обновили, но, тем не менее, пока сил недостаточно для того, чтобы уйти уже дальше на повышение. И, с одной стороны, фактически, позитивными новостями для продолжения роста фондового рынка это, конечно, будет пока на текущий момент борьба с коронавирусом. Потому что, да, мы видим, финансовые показатели улучшаются, но это не дает должного направления движения. Да, безработица снижается на текущий момент, пока локдаунов нет. И, собственно, на этом драйвере не получается уехать далеко. Эти драйверы, они работают в моменте. Да, то есть, мы услышали в понедельник на прошлой неделе про Pfizer, на этой неделе про Moderna. И неделя открывалась довольно-таки позитивно, но не сильный рост в этом случае был. Поэтому, вполне вероятно, что техническая коррекция здесь тоже назрела. И, вполне вероятно, что мы ее в ближайшее время сможем увидеть. Поэтому теперь давайте посмотрим по ключевым инструментам. Но, кстати, если брать опять же в моменте, то сейчас мы с вами видим то, что многие инструменты опять доросли до локальных максимумов. То есть, мы видим, что вот фактически последние два месяца торговли, это торговля в таком боковике. То есть, мы доходим до верхней границы, но не хватает силы для того, чтобы двинуться дальше. Собственно, по евро сейчас мы вновь видим торговлю на локальных максимумах. А если смотрим на часовый таймфрейм, то вот сегодня мы уже подошли к максимальной значения, которые были 17-18 ноября. Но их пока обновить мы не смогли и ушли на еще одну заход коррекции. Опять же, с текущих уровней покупать евро довольно-таки опасно, потому что мы находимся опять же на локальных максимумах, которые мы видели за последние несколько месяцев. И покупка по самой максимальной цене не самая лучшая идея. Поэтому здесь в любом случае я буду для себя ждать коррекции, тогда буду искать новую точку для входа. Сейчас для меня точек для входа нет. По британской валюте та же самая картина. Мы находимся на локальных максимумах за последние два месяца. Мы видим, что импульс несколько замедляется. И вчера мы видели уже попытки начала коррекционного нисходящего движения. Но если сегодня британская валюта не обнаружила локальный максимум, то есть мы не уйдем выше максимальной значений 18 ноября, то вероятно коррекция здесь как раз получит и продолжение. Но вот как раз завершение этой коррекции также будем рассматривать для себя как возможность входа на продолжение тренда. По паре американский доллар, канадский доллар, в данном случае мы видим попытки продолжения нисходящей формации. То есть в целом пока у нас ослабление американского доллара здесь остаются в приоритете. Но опять же пока мы не видим ярко выраженного движения. То есть, ну вот, например, такого же движения, как было в начале ноября. То есть видно, что цена остановилась. Да, мы планомерно снижаемся, но вот три дня мы держимся здесь в боковике. Скажем так, если цена сегодня сможет обновить локальный минимум, то есть идем ниже уровня 1.3051, то вероятно развитие нисходящего сценария до уровня 1.2950. В этом случае оно будет более вероятно. В свою очередь обновление локальных максимумов даст предпосылки уже на еще одну волну коррекции. То есть примерно в диапазон максимальное значение, которое мы видели в начале ноября, то есть это область 1.3360, 1.3350. Туда по данной паре мы вполне можем прийти. И вот оттуда я бы уже рассматривали себя непосредственно входы на продолжение тренда. По паре американский доллар, японская иена. Здесь практически реализовался тот нисходящий сценарий, о котором мы говорили. Пока мы не обновили локальный минимум, но в принципе находимся сейчас в первой зоне для фиксации, где в принципе разумно фиксировать продажи, если вы заходили на максимумах ноября. Потому что с этих уровней мы можем конечно минимум и не обновить и собственно уйти на еще одну волну коррекции. Соответственно здесь пока формируется, начинается формироваться сигнал как раз на возобновление восходящего движения. Собственно если сегодня пара американский доллар и японская иена уйдет выше максимумов четверга, то мы можем говорить, что коррекция началась. И вот завершение этой коррекции рассматривать уже как вход на продолжение нисходящего тренда. По паре австралийский доллар и американский доллар также мы находимся на локальных максимумах. С точки зрения часового таймфрейма мы можем говорить о том, что началась у нас как раз здесь коррекция. Мы вчера смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были в среду. Соответственно сейчас пока торгуемся в данном нисходящем движении с точки зрения часового таймфрейма. Соответственно если мы сегодня опять же обновляем локальный минимум, то это дополнительное подтверждение сохранения данной нисходящей информации. И плюс-минус точно такая же картина по новозеландцу. С той лишь разницей, что вот как раз по новозеландцу пока коррекция с точки зрения часового таймфрейма у нас не началась. Она все-таки продолжает вот это восходящее движение, но мы очень сильно перекуплены. Мы находимся на локальных максимумах, поэтому вероятность как раз коррекции здесь довольно-таки высока. И чем выше мы собственно поднимаемся, тем скорее всего стремительнее она будет. Ну а вот по золоту я для себя получил как раз цену для входа, который я хотел. Собственно здесь у меня сработал отложенный ордер на текущий момент, который я ставил еще несколько недель назад на возврат как раз к области поддержки. Если посмотреть на часовый таймфрейм еще раз, то собственно идея входа у нас от уровня поддержки, то есть мы находимся в области 1850-1860 долларов за трогскую унцию. Это довольно-таки сильный уровень поддержки, который по крайней мере с августа работает. И от этого уровня пока я вижу возможность заходить. Собственно если цена все-таки уйдет ниже там 1850-1830, то вероятно этот уровень уже перестанет работать и тогда мы можем увидеть еще одну волну нисходящее движение. Но опять же если покупать золото, то сейчас пожалуй цены наиболее интересны. Но как всегда это не торговая рекомендация, это моя сделка. Я торгую на свои деньги и собственно ими же и рискую. Поэтому для себя я сделку открыл. Для себя вы также делайте выводы пожалуйста сами. Ну и собственно пока здесь эта сделка продолжает действовать. Здесь я для себя ожидаю обновления локальных максимумов, то есть уходит выше максимума четверга. Ну и собственно тейк профит у нас стоит в области 1958 долларов за трогскую унцию. То есть примерно хочу взять 100 долларов движения. Вот именно по данному инструменту. Пока если обновить локальный максимум, то есть это будет дополнительное подтверждение сохранения как раз данного движения. В свою очередь коррекция на фондовом рынке может привести к перетоку денег в золото. И мы можем увидеть с одной стороны коррекцию по индексу S&P 500 и в свою очередь продолжение роста по золоту. То есть в принципе краткосрочные сделки по золоту выглядят довольно таки интересно. То есть это спекулятивная сделка, но конечно заходить по S&P 500 на продолжение роста здесь я все-таки для себя вижу наиболее интересным данный подход. Ну и в свою очередь индексы. Если мы с вами посмотрим индекс DAX, также пока стоим на локальных максимумах. Видим, что не может цена уйти выше. Вот практически две недели вот в таком вялом боковике. То есть амплитуда крайне низкая. Вполне вероятно, что мы можем здесь показать еще одну волну нисходящего движения, да еще одну волну коррекции. И вот как раз эту коррекцию будем рассматривать как вход для продолжения роста. И по S&P 500 мы уже с самого начала рассматривали, но пока посмотрим чуть ближе. То есть с точки зрения часового таймфрейма. Вчера цена смогла закрепиться ниже минимальных значений, которые были сфиксированы в среду. Поэтому с точки зрения часового таймфрейма мы можем предположить начало как раз коррекции. По крайней мере я для себя это отмечаю как начало коррекционного нисходящего движения. Ну и буду смотреть где эта коррекция завершится. Конечно выглядит довольно таки неплохо для входа. Это возврат в область 1300 долларов, да вот в этот диапазон. Оттуда я бы вновь начал покупать. Ну конечно если опустимся еще ниже, то цена будет конечно более оптимальна. Поэтому фактически сейчас идея в том, что золото у нас будет подрастать как актив убежище, если будет фиксаться в рисковых активах, таких как акции. Ну и соответственно коррекцию по S&P 500 мы здесь можем увидеть. И уже затем буду фиксировать позицию по золоту, если все пойдет в рамках данного сценария и заходить уже непосредственно в S&P 500. И нефть собственно сейчас она чувствует себя чуть лучше, чем в начале месяца. То есть мы видим, что у нас все-таки динамика восходящая здесь продолжается. Но опять же мы видим остановку. То есть мы видим, что уже не так мы быстро растем. И опять же с точки зрения часового таймфрейма вот эта амплитуда восходящего движения на снижать. То есть фактически выше области 45 долларов за нефть марки Brent пока уйти мы не можем. Поэтому также здесь вероятность коррекции выглядит довольно-таки сильной. Поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным. Покупки сейчас по нефти опять же по текущим уровням выглядят крайне опасными. Потому что мы покупаем по самой высокой цене за последние несколько месяцев. И конечно в данном случае заходы на коррекциях они здесь будут выглядеть более интересно. Но и вполне вероятно, что можем ожидать восстановления как раз спроса на нефть. Но опять же к этому должны мы подойти с вакциной без локдаунов. И тогда нефть уже продолжит восстанавливаться. Итак коллеги, на сегодня это все. С вами был Исааков Роман. Всем желаю хорошего завершения торговой недели. Не забудьте поставить лайк. Вопросы, которые появились, оставляйте обязательно в комментариях. Ну а мы с вами увидимся в понедельник. И продолжим разбирать как закрылась текущая торговая неделя. Что мы можем ожидать нового. Ну и соответственно какие последние события произошли за выходные. Всем хорошего дня. Всем хороших выходных. Увидимся на следующей неделе.